В течение двух дней труженики тундры обсудят с профильными ведомствами основные проблемы отрасли. В Наринмаре проходит правовой семинар для семейно-родовых общин. На территории региона проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Тропа». Ежедневно сотрудники полиции патрулируют участки, по которым перегоняют стадо оленей, а также дороги в сторону Красного и Усинска. 12 лет тюрьмы грозит главному инженеру муниципального предприятия в Наринмаре. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. Семь проектов от Ненецкого округа из 22 заявленных получат поддержку нефтяников. Всего на конкурс социальных и культурных проектов компании «Лукойл» поступило 196 заявок. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Никешина. Здравствуйте! Пройти правовой ликбез, рассказать о своих трудностях представителям власти и получить компетентные ответы. В эти дни в окружной столице проходит семинар по правовому информированию и просвещению представителей семейно-родовых общин КМНС. Семинар стартовал сегодня и продлится два дня. В рамках семинара семейно-родовых общин перед собравшимися выступают представители органов исполнительной власти округа, налоговый, пенсионного фонда, природоохранных структур. В повестке вопросы землепользования, защиты прав и законных интересов, а также мер социальной поддержки членов общин КМНС. 10 тысяч рублей в месяц. Если пенсионеры или инвалиды воспитывают ребенка, обычно необязательный инвалид, а просто ребенка, то уже есть выплата 10 тысяч на ребенка. Это касается не именно оленеводов, это всех, но если оленеводы и чум работницы подходят к таким критериям, то они выплатают, имеют право получать. Участие в семинаре принимают руководители и представители семейно-родовых общин. Поэтому актуальны вопросы бухгалтерской отчетности, предпринимательской деятельности и развития этнографического туризма. Немаловажный аспект, который волнует оленеводов, в соблюдении требований ветеринарного законодательства. Он связан с тем, что в месяц году утверждены новые правила, касающиеся сибирской язвы, предупреждения борьбы, в рамках которого у нас проводится и вакцинация животных, а также и людей определенной категории, например, ветеринарных специалистов, которые занимаются вакцинацией животных, работников ветлаборатории, а также проводится мониторинг и исследование по оценке состояния природных очагов разных болезней. Семинар семейно-родовых общин проходит в округе ежегодно и позволяет коренным жителям тундры, ведущим традиционный образ жизни, получить ответы на все интересующие вопросы и выступить с инициативой для улучшения жизни тундровиков. Я очень рад, что Всероссийская наша ассоциация коренных молодчатых народов Севера и Сибири, и Дальнем Востоке Российской Федерации совместно с профильными ведомствами федерального уровня удалось отставить вопросы по пенсионному возрасту для коренных молодчатых народов Севера и выше традиционного образа жизни. И те инициативы, те вопросы относительно рыболовства это на самом деле очень серьезные большие вопросы, вопросы по национальной самодетификации. Кроме того, в рамках семинара запланирована встреча с депутатами окружного собрания, а завершится мероприятие отчетным концертом народных коллективов Ненецкого округа. На три вида господдержки могут рассчитывать семейные и родовые общины. Об этом в ходе правового семинара сообщил руководитель Департамента природных ресурсов экологии АПК НАУ Михаил Ферин. По его словам, с этого года была возобновлена субсидия по наращиванию поголовья северных оленей. Она предоставляется по ставке 164,8 рублей за одну голову. Для этого заявитель должен соблюсти два условия. Иметь в наличии само поголовье северных оленей, а также договор аренды или субаренды пастбищ на территории округа со сроком действия не менее 5 лет. В 2018 году в окружном бюджете на данный вид поддержки предусмотрено порядка 4 миллионов рублей. На сегодняшний день субсидию получили 8 общин. По словам Михаила Ферина, данный вид поддержки будет сохранен и на следующий год. Также общины могут воспользоваться субсидией на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства. Такое право есть у хозяйств, реализующих оленину организациям, осуществляющим ее промышленную переработку на территорию округа. На сегодняшний день в регионе два основных переработчика мяса оленя – это мясопродукты и общество ЕРФ. Помимо этого, по словам Михаила Ферина, в декабре планируют начать переработку КФХ в поселке Нельминос. Данная субсидия предоставляется за одну тонну мяса оленина в убойном весе и субпродуктов первой категории по ставке 150 тысяч рублей. Еще одной мерой господдержки являются субсидии на геоботаническое обследование олених пазбищ. В 2015 году их получили шесть семейных родовых общин. Общий объем господдержки из бюджета НАУ составил 4 миллиона рублей. При проведении геоботанического обследования олених пазбищ субсидия предоставляется в размере 99% от фактических затрат, понесенных заявителем. В период убойной кампании окружные правоохранители проводят спецмероприятия по пресечению незаконного отстрела оленей. Ежедневно сотрудники полиции патрулируют участки, по которым перегоняют стада оленей, а также дороги в сторону Красного и Усинска. Такое профилактическое спецмероприятие проводится ежегодно по просьбам представителей оленеводческих хозяйств. Вместе с тем правоохранители отмечают, что собственникам имущества оленей также необходимо усилить контроль за его сохранностью. В ходе очередного заседания рабочей группы по контролю убойной кампании озвучили данные по заготовке оленины в регионе. В общей сложности на убой отправлено более 24 тысяч голов. Произведено 707 тонн оленины. На текущий момент убой ведут четыре хозяйства. Нижемский оленевод, Ерв, Харп и Рассвет Севера. Два сельскохозяйственных производственных кооператива «Путь Ильича» и «Красный Октябрь», а также одно крестьянско-фермерское хозяйство. Заготовку мяса оленя уже завершили. Напомним, оленеводческие хозяйства НАУ, а также владельцы частных оленей в период с 22 октября текущего года по 1 февраля 2019 года планируют сдать на убой свыше 40 тысяч голов северных оленей, получив примерно 1,25 тысяч тонн оленины. На данный момент план по убою выполнен на 58%. 12 лет тюрьмы грозит главному инженеру муниципального предприятия в Наринмаре. Его задержали сотрудники регионального управления ФСБ прямо на рабочем месте. Специалиста комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, главный инженер участвовал в коррупционной схеме. Он незаконно передавал растительный грунт стоимостью более 4 миллионов рублей в собственность одной из коммерческих организаций. По данному факту региональный следственный комитет возбудил уголовное дело. Итоги работы за 11 месяцев текущего года подвели в управление Росгвардии по Ненецкому округу. Основной задачей ведомства в регионе по-прежнему остается охрана общественного порядка, важных государственных объектов, а также имущества физических и юридических лиц по договорам. Ежедневно на круглосуточные дежурства заступают сразу несколько мобильных групп задержания. Под их постоянной охраной находятся более 200 различных объектов. От городской электростанции до квартир жителей Наринмара и поселка Искателей. За время патрулирования улиц округа сотрудники вневедомственной охраны выявили и раскрыли 10 преступлений, пресекли 831 административное правонарушение. Под централизованной охраной находятся более 200 объектов различных фондов собственности, квартир и мест хранения имущества граждан. Еще одним важным направлением деятельности Росгвардии является контроль за соблюдением законодательства в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности. На учете в Центре лицензионно-разрешительной работы состоит более 7,5 тысяч единиц огнестрельного оружия и почти 4 тысячи владельцев. С начала текущего года из оборота изъято 249 единиц огнестрельного оружия. В основном это связано с нарушением сроков продления разрешений на его хранение и ношение. Во избежание таких последствий штрафа необходимо подавать документы не позднее, чем за 30 суток до окончания срока действия текущей лицензии. Еще 19 единиц оружия владельцы лишились по собственной неосторожности, утопив их в реке и утратив во время движения по заснеженным территориям. Нарушители уже привлечены к административной ответственности. Розыском утраченного оружия занимаются сотрудники Росгвардии и окружного управления МВД. Еще 13 единиц нелегального оружия жители округа добровольно сдали в Росгвардию за вознаграждение. В регионе продолжает действовать программа, в рамках которой за одну винтовку полагается до 15 тысяч рублей. Участник программы освобождается от уголовной ответственности, бессудимости и других негативных последствий. Тем, кто еще не решился расстаться со своим арсеналом, следует помнить, что установленное 222-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Наказание за незаконный оборот оружия» включает лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом до 200 тысяч рублей. Жители Ненецкого округа смогут принять участие во Всероссийском юридическом диктанте. Во всех субъектах страны до 10 декабря его можно написать на сайте юрдиктант.рф. Площадки для очного написания откроются 7 декабря. Второй всероссийский правовой диктант посвящен 25-летию Конституции Российской Федерации. Принять участие в тестировании может любой желающий в возрасте от 14 лет. Испытуемым предстоит ответить на 30 вопросов. Время на прохождение теста ограничено 60 минутами. После прохождения диктанта все участники получают именные сертификаты. На Ринмаре, как и во всей стране, диктант также можно будет написать 7 декабря в 12 часов. Площадку для этого подготовят на базе Госюрбюро. Улица Ленина, дом 19. Мероприятие проводится для оценки уровня правовой грамотности населения. Основные задачи – популяризация права, получение объективной информации об уровне юридической грамотности населения, а также выработка предложений по совершенствованию образовательных программ. Более 300 волонтеров Неницкого округа собрались на ежегодном слете, приуроченном к Международному дню добровольца. Старт слету дал показ полнометражного документального фильма «Я – волонтер. История неравнодушных». На официальной части мероприятия подвели итоги года. Также на слете состоялась презентация деятельности окружных добровольческих организаций и лучших волонтерских проектов. На данный момент в округе зарегистрировано 27 волонтерских организаций. Всего с начала 2018 года на территории региона было проведено более 500 мероприятий и акций, в которых было задействовано более 1200 волонтеров. За 11 месяцев этого года общий объем выделенных грантов и субсидий на реализацию социальных проектов, реализуемых некоммерческими организациями по направлению поддержка добровольчества, составил более 1 миллиона рублей. Самых активных участников года добровольцы поощрили грамотами и благодарственными письмами губернатора Неницкого округа и собрания депутатов. Отрадно отметить, что добровольчество в нашем округе развивается. Более 1200 жителей уже присоединились к этому движению. У нас в регионе появилось новое направление – серебряное волонтерство, которое объединило представителей более опытного поколения. В следующем году наш регион вместе со всей страной включается в реализацию большого национального проекта «Социальная активность». Он нацелен на создание условий для поддержки общественных инициатив и проектов. Авторы семи проектов из Неницкого округа при поддержке нефтяников смогут реализовать свои смелые планы. Всего на 14-й конкурс социальных и культурных проектов компании «Лукойл» поступило 196 заявок, в том числе 22 из нашего региона. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Усинском дворце культуры. В этом году к традиционным номинациям «Духовность и культура», «Спорт и экология» добавили новую – «Молодежные инициативы» и очередили в честь Года волонтеров России. От нашего региона в этой номинации отмечен волонтерский молодежный проект Музея-заповедника Пустозерск Аввакумовы Пенышки. И в рамках этого проекта мы хотим отремонтировать памятник на месте казни протопопа Аввакума. Дело в том, что в 2020 году исполняется 400 лет, со дня рождения протопопа Аввакума. Будет много мероприятий. И вот к этой дате мы хотели бы привести в порядок вот этот наш памятник, который был установлен в 1989 году. Но особенность нашего проекта в том, что мы к реализации этого проекта привлекаем волонтеров. Мы привлекаем молодежь, которая очень активно участвует у нас вообще в развитии нашей территории. А вообще мы уже не первый раз являемся победителями. В прошлом году мы стали победителями сразу трех проектов. В номинации «Спорт» из 51 претендента жюри определило 19 победителей. Трое из них из Ненецкого округа. Дворец спорта «Норд», клуб любителей лыжного спорта и школа номер 5. Финансовую поддержку на реализацию своих проектов также получили клуб «Созвездие поселка Искателей», государственный заповедник «Ненецкий» и школа поселка «Красное». Всего в творческом состязании одержали победу 69 проектов из 196 заявленных. Идея конкурса, она достаточно проста и понятна и нацелена на поддержку инициатив некоммерческих организаций, частных лиц, направленных на решение различных социально важных актуальных вопросов, которые есть в городах и регионах присутствия компаний. Конкурс социальных и культурных проектов помогает регионам, где работает Лукол, не только решать острые проблемы, но и реализовывать творческий потенциал местных жителей, поддерживать их гражданскую активность. От имени правительства Республики Коми я рада вас сегодня приветствовать. Это потрясающий повод очередной раз увидеть, как можно менять мир в России, которая признанно является страной возможностей. И мне очень приятно, что благодаря компании «Лукойл Коми», благодаря благотворительному фонду «Лукойла» действительно возможности реализуются. С каждым годом состязания инициативных северян набирают все большую популярность. Начиная с 2005 года в конкурсе приняли участие около тысячи заявителей. Более 260 стали победителями. Ирина Никешина, Оксана Гаврилова, Семен Басистов, Телеканал «Север». Антикское землячество отмечено международным экологическим конкурсом «Эко-Ворл-2018». Общественная организация удостоена специального приза за предоставленный на конкурс проект «Чистая печора». Целью проекта являлась очистка реки от бытового мусора, оставляемого рыбаками. На средства окружного гранта общественники закупили и установили мусорные контейнеры в местах массового зимнего лова на протоках «Тундровый шар» и «Средний шар». Также они разместили на территории реки экологические плакаты. В период с ноября 2017 года по апрель 2018 организаторы проекта собирали и вывозили отходы на свалку. В андикском землячестве отметили, что проект активно поддержало местное население. Общественная награда «Эко-Ворлд» вручается за выдающиеся достижения в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. В этом году на премию претендовали 160 соискателей из 18 стран мира. В Ненецком краеведческом музее при поддержке Баринс-секретариата открылась выставка «Холодные берега. Близкие отношения. Российские и норвежские полярные экспедиции и мореплавание». Эта выставка – итог работы ряда музейных и научных учреждений Архангельской области и Северной Норвегии. Материалы предоставлены Архангельским краеведческим музеем в рамках программы межрегионального сотрудничества. В центре выставки две личности – Александр Кучин из Анеги и Хельмир Хансен из Андуя. Их объединяет совместное участие в экспедиции Роальда Амусена на Южный полюс, которая состоялась в 1911 году. «В этой экспедиции находился, вопреки всем постановлениям и законам норвежского парламента, Александр Кучин. То есть наш помор из села Кушерики Нежского уезда. Это был единственный иностранец, был допущенный. И не просто допущенный, а за которого вступились и Амусен, и Хансен. И в пользу того, что Нансен, как говорят норвежцы, даже пригрызил, что он не даст свой фрам, если не возьмут Кучина, хотя тому было всего 23 года». Основные разделы экспозиции посвящены морской культуре поморов и норвежцев, судостроению, навигации, зверобойному промыслу, торговым отношениям между поморьем и Северной Норвегией, а также русско-норвежскому сотрудничеству в области освоения полярных широт. «Часть выставки посвящена взаимодействию поморов и норвежцев, освоению полярных широт. И тут такой достаточно интересный экспонат, собачьи нарты, которые были переданы нам, Ордеевым Филиппе Никитичем, вот в музей». В Ненецком краеведческом музее выставка проходит впервые и будет работать до конца января 2019 года. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор – медицинский центр Решма.